Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 о чем вот посмотрим каст основной идет на идет на сайбергейм от сайбергейма идет ристрим на twitch так что что вам больше нравится то и смотрите как говорится на любителям появился 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 игрок команды появился игрок команды 7x до того он появился в онлайне но почему-то приглашение в игре ему кинуть не могу понятно ландер в общем ждем ждем но что-то слишком скучно поэтому поставлю какую музыку тихонечко а и Продолжение следует... 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 всем привет кто к нам присоединился и сегодня у нас матч матч в первом дивизионе лиги rstl 7x против команды hdgame и первыми на карте дейбрик играет стерео соло он же 7x тимми если я конечно не ошибаюсь и hdgame стоит карта всем я думаю прекрасно знакомая и на самом деле неплохая для этого матча по на мой взгляд не самое лучшее конечно но и не острова над кархалом вы знаете так что все не так плохо как могло показаться я честно говоря как менеджер думал то что первым от команды 7x пойдет как обычно вала или смит соперники более чем убиваемые неожиданно даже нирвана пошел озерк ладно давайте посмотрим это зеркал вправду хорош забрел только если я не ошибаюсь на матче 7x против беги так что давайте посмотрим что он сделает в этот раз может быть какая-то задумка и что приготовил должна быть какая-нибудь интересная стратегия на один матч чтобы уверенно убивать оппонента и стерео соло и тими пока что не торопится не торопится с хатчери стерео соло если я не ошибаюсь был аккаунт как его зовут одного из менеджеров команды 7x нет пошла первая не хата пошел первый пул хотя тимми чекнул то что фаржи нету и опасности никакой нет можно было скорее его решение может быть он попробует забегать а те временем все поставил пробочку на патруле а сам вышел вниз чтоб поставить вывел h2 рабочих так что сейчас сейчас уже серверсово уже уходит отсюда а пробка с ее не сильно помешало как-то поставить хатчери смотрите прям по периметру просто обезжают хатчери немножко не рассчитал просто с командой hd game заезжает снова не видит газа видит пул видим заказ который пошел тут непонятно сколько лингов то есть но заказа много так что может даже испугаться и влепить кейт закрыться на всякий случай у вас начало салет покой до пошла по полочкам пошла по полочкам и здесь будет какое-то здание скорее все кибернетка но теме теме забегать не планируют газ до сих пор поставлен то есть моего собачка в ней будет сейчас должна быть пойти пошла 3 хата думался и об этом догадывается и по разведке а тут два газа два газа от белого протоса бежевого белого не знаю все время горит а шляпли будет розовый цвет светло-розовый максимум пробка спасется на пробочка спасается на одном хп просто просто фартовая пробочка заказывается зелот шагу стать проход и давайте посмотрим у нас пошло два газа так что в принципе это может быть любая технология или выход в быстрый третий nexus благо с мазершип хором через один гейт стало выходить гораздо приятнее так как у зерго все таки три локации то вполне себе можно попробовать и никак те особо то не накажут если вложиться в течи 2 технологии да выходит зелот подрезает одну собачку пуститься грейд на марк заказан грейд на плюс один и это будет оказанное давление с гейтов со стороны с м пилон я так понимаю уже стоит специально для этого но третий газ третий газ как-то меня это все смущает третий газ не по билду рановато дальше заказ юнитов из гейта не идет кора 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 да кора идет что такое более экстравоментно туда зачем плюс один такой ранее если это не давление пошли гейты плюс 2 гейта да я не меряю там 2 гейта 2 гейта 3 гейта 3 экспант передавление блин 4 вот это все было сразу 450 минералов заказывать подбегает уже зелот пилон для подвар позиция тимми понимает что давление будет оказываться скорее всего на третью локацию делает здесь статичную оборону из двух санок сейчас сейты чекнет и поймет то что идти сюда ему не стоит а лучше вообще просто выйти в локацию сейфова у нас еще робот слишком поздний пилоны здесь отменили все-таки кора болтается где-то здесь сейчас придется выходить в локацию через сантре через 4 гейта как-то убер сейфова учитывая что уже не уже не wings of liberty уже не крылья свободы и есть мы за шипкор которая любого давления собаками поможет отпинаться да выходит выходит цель надо кидать посуды забегает забегает тимми забегает окружает хорошо окружается 3 все избирает лежаться и не спасает парочку была потеряна одна из целя был убит один золот ну и собак умерло немало давайте посмотрим по потере если учесть то шоу пропас на халяву отдал зелота и пилон вот здесь на хай граунде то потери более или менее как-то равны даже да более или менее равны но как мы знаем газ стоит дороже все таки что-то очень боится сейф почему просто не оставить да вот оставляется зелот в проходе идет выход на третью локацию пошел иммортал пошел иммортал а там гидролизден да там гидролизден два агрега на атаку на защиту и колосятник достаточно ранний колосятник будет выход в колоссов учитывая ранний тайн выход пойдет скорее всего с одного роботикса 4 гида надо забирать забирайте мортал чтоб держался поближе к основной армии все таки неплохой дпс дилер идет колосятник грейд на защиту но почему на счету то не делаете что вам этот грейд то нравится пятьдесят пятьдесят а защита на все идет и при свече воздуху у тебя уже грейды будут почему не делать это не понимаю это разница в пятьдесят минералов пятьдесят назад довольно здорово честно говоря да идет твилайт идет твилайт сейф будет продолжать делать грейды но раз такой зафтык надо бы добавить вторую форжу по хорошему делается делается плотная стенка только не понимаю зачем мне здесь дыра для выхода так как здесь не перегородился и вот сейчас сейчас зерк заходит зерк заходит врачами и о боже здесь стоит иммортал иммортал не уходит теряется да и мордон не уходит теряется сейчас я просто профокусил да сейчас хочу не фокусить с Андреем конечно неплохо зажали бачку врачей но раздавать то врачам здесь нечем и мордон погиб как выходит колосс да выходит колосс тоже отступать поближе сюда нужно контролить не отдавать колосс это просто сбора да и потом never charge на этот nexus открывать гейты но надо контролить надо контролить сейчас будут убирать фотоночки появляется еще пара послугов блокируется проход пробками грамотный шаг пытается выщел да пытается выщел но сейчас уже пытается увидеть хоть что-то получается потом а здесь идет дотекание нельзя делать колосса колосс выживает красный правда он выживает да и собственно все в момент становится не так уж и плохо 3 в 3 по грейдам равенство 1 1 на да 1 на 1 на 1 1 колосс есть в центре есть гитры есть 3 локации стоят вот вот эти вот разводы надо больше пилонов надо больше фотонок а то сюда грубка туда атака или сюда атака туда грубка не перегорожена все но нет смотрите-ка и не решается нам попытаться наложиться блок заходит сейчас не решается не решается зерк команда 7x выходит еще один колосс ползет неаккуратно сейчас можно было отдать фору великолепный великолепный тайм варп но умирает один колосс хотя филды и тайм варп были шикарные колосс был сейчас сейчас если что это уже хуже сразу устанавливается икору выходит параллельно шоу выходит еще один колосс да здесь надо по моему отступать потому что сейчас подвар будет нет 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 тем временем он поставил четвертую локацию great great на защиту все-таки заказал это сливчик это сливчик сейчас у вас есть вариант подкопиться где-то до 160 и прийти убить так как есть преимущество в технологиях псионный шторм плюс колоссы то есть тос на на случай по технологии наш актередит но сей предпочитает закрепить преимущество выхода в локацию на центре и вот первые два пси-штурмовичка добавляется гейт и усы а земля все-таки попытается продолжать архатничек покуситься покусаться ну блин контроль красного умирает красный колоссик не печально пришел забрал бы колоссов даже не декорапторами врачами и пуху да сейчас конечно бликсталтером это уже можно проходит еще один колосс а здесь гидра да гидролисты зерга под лучами колоссы это прям как сливочное масло и нож подходит штурмовички но нет здесь лимита мало чтобы выстоять после этого надо подкопиться как и дождаться все-таки своей локации и снят тут что некуда торопиться на самом деле идет заказом плюс делаются где-то грейды на защиту у протаса белого протаса где вторая а вот пошла да это шторм хороший шторм во всех как-то на это ну не особо подвар взилок шторм очки да и 32 надо будет выходить надо будет выходить и завершать игру белому корпусу игроку команда разбивается камни на центре колосс ну колосс ну куда ты колосс колосс хороший шторм блин прямо под характером по ним как-то не стреляют особо еще один отличный шторм все красно закопки у меня так шумеет рубильницы на халяву надо продолжать продолжать давить что продолжать давить надо постраивать колосик надо сделать подвар подвар притом не мясо а блин сталкер потому что потому что это продолжается с еще еще шторм только вот сейчас еще шторм слегка молоко может это архона это уже не в пользу протоса зерги все-таки нету кулака нету не получается как-то собрать его с тем временем остается 5 поставилась пятая локация внизу бирюзового зерга тут колоссы и саму надо стоять пятую локацию уже добавляет плюс старгейт старгейт для чего старгейт на всякий случай свечнуться а там грибы там до заказ 9 грибов это уже хуже агрейт на локусто сделан был да агрейт на локусто был сделан локусто был жить долго так а это что у нас идет это идет типа забегание на пятую локацию но как идет так и уйдет в итоге да сейп хотя что тут это просто харассно можно будет попытаться уйти кидается не успевает не успевает использовать упал сейчас сталкер умрут он лучше добивается локации два сталкера наверное все таки уйдут а грибами грибами начинается наставляющее давление давление идущие колосики конечно наживали почти сожгли всех локусов 9 грибов это все-таки как-никак маловато на мой взгляд и тосу нужно делать крепкий кулак крепкий кулак из двух сталин это ресурсы благо позволяет но он ждет даркшай сейчас пробочки то поумирают куда куда вы колосс это уже не первая колосса уходит усе да и куда он выдвигается они просто проходят локусов штормовички то где-то заедут выход это пошел вот меня локацию точку да идет выход с призмой с тремя колоссами штормами с центриком в капот гвардиан шел бы так тоже блин отмечу сталкеров это неплохие штормы штормы блоку штормы штормы даже и врачей то что там есть и и просто ну что уже сказать честно лимит резервы много но лимит непонятно в чем в заказе смарт врачей характеры да блокус нет нет не отменили здесь эту локацию призма просто болтается какой то опять выход такой дарк нарезает но не добил кину архон а здесь что два дарка все вроде как прикрыто тимми вроде бы все прикрыто идет освобождать все пятую локацию сей игры выберем г-1 зерга 3-3 я так понимаю а нет 3-3 это только заказан ой колоссы то что вы делаете то дорогие не дорогие колоссы что же вы делаете закладываешь сразу пятая шестая локация да дропчиком пытался здесь как-то поразвлекать но аузер комменты не прикрыт и вторая локация тоже только вот это постоянное давление грибами даже не знаю можно или свечу или сделать архонов потому что штормы это статично немножко ух ты идет забегание рачей на пятую локацию здесь два штормовика но у них нет маны идёт подваром торгов подвар телом с проблем а здесь опять это локация грибочка только надо валить отсюда валик то он на треть будет продолжать харассик разводит на мобильность а здесь здесь рачи отступает от дырков просто разводит на мобильности сей своего оппонента гриб это даже не брутлор он еще более неповоротливый не бежит своими салкерами на мэн сей параллельно идет выход но бежит не все идешь дружище и столкера я 2 колосса уходит еще полет а что а что и еще два колосса где вы не полет и еще а вот еще один крайне мере что локация встала здесь дырков надо о дырках вспомнить все задействовано но линитов дырга меньше там конечно уже сравнялись но штормы блин не скапливается чтобы продать дать пациенты чтобы махиниться этих с другой стороны это постоянно деньги взять и скопиться в момент отводится удар локусами на шестую локацию протос и внимание сосредоточены именно на ней локусы ползут колосса да и здесь что надо вот эту локацию забрать потому что когда слишком халявно слишком изъяв это шторма но это все халява нельзя с этим драться нельзя на эту ману тратить и тем более штормовиков отдавать тут уже закончилась закончились минералы на третьей локации ц реагирует переводит на пятую здесь опять снова нельзя все таки продавливать в этом моменте пробки уводятся она отступает ресурсов как-то странно очень мало и вот эти четыре дырка надо бы о них спорить разминивается не на что реально надо собираться и продавливаться тратить две стены передевает уже давно чуть-чуть подождать чуть-чуть запрет и так вот прошло вот это вот шел шел и в результате переведет до локусов сейчас еще все пора домой снова психи снова до заказа всякой всячины но это не продавливает скопилось уже две призмы вовсе и характеры полетели встречать на этот поток здесь так просто не остановить надо именно блок перед дпс коры колосы нет или резко смешно не позволят сразу еще плохо локация это локацию которая стояла посередине пара карат куда ты идешь вспомнил этот этих парнях да наконец вспоминается о дырках они засаживаются в шутку и сейчас полетят на мейн десерку харасси колосс это где колосс колосса не заказывались колосса только заказаны шел так не дошел да да затраты все-таки драки и по 2 отлично спали на локации ассе которая оставилась на 12 часах но мы здесь нет ведь уже так просто бред шпиль бред хайер ныр 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 а здесь продакшен не зеркуте с и без этого неплохо просто вот этот вот машину не перед ипс пока что можно из продакшен здесь и быть часть перешла на мейн у пул заметь у заметь убей другого нету то все восстановят бежут со стола тоже зачем то это бесполезно это надо или обходить не убивать нет я убил сейчас пулу нет не убил нет а чай здесь подсвечивается а иммерсир берется колосс колосс на халяву придется умирать все характери а это уже какой-никакой плюс но вот с этим-то драться нельзя тут надо вот это вот нахарасить как-то бы там картина на этом я не понял кидается все время все время тайм тайм варм 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 халява вообще халява не гранди действует этого нинфеста птера и локации то нету все зеркал живет устанавливается шпиль устанавливается еще в тугом месте где-то варм варм и здесь что-то забегала видимо один из тех дарков которые стягивает вражескую армию сей что мысли локации которые есть которые есть затерпят без проблем куда отсюда пойдут а варм варм сейчас уже сейчас варм должен видеть то что порабли варм 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 собственно здесь начинает как-то качать все что сейчас выйдет дотекание характеров до этого можно больше всего лучше всего вот эту вот локацию и потом сюда надо какой-то небольшой частичный размер пошла горелочка но горелочка должна будет спалить все это безобразие давайте посмотрим что здесь кидается шторм отличный шторм еще один и еще один давай тут прям идем стоят вот это вот хуже сейчас будет сложно отсюда выйти коры я так понимаю больше нету что что значит пацаны идут нужно добивать эту хачери потому что это продакшн а здесь о смотрите здесь дыркань и частицы разники которые готовы базу на 12 часах пропас умирают характером больше 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 нечего еще не производить у с тими сейчас вот отличная идея вы знаете просто взять и сейчас локацию здесь не 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 надо Я не знаю, мне до стольки не доходило. Я или пробивал, или уходил, или умирал. Чаще умирал. Смотрите-ка, зеркало делит. Часть ползет к вот этой вот единственной нормальной добивающей локации. Часть, я так понимаю, будет защищаться здесь. Но тогда нужно идти сюда. Добивать. Да, сюда и двигается. Делай протос. Я думаю, это было бы неплохо, если бы про этого обсервера вспомнили и начали бы караси здесь. По этим ровенчкам. Лимит на кружу Лусея. Но сейчас пока выбивает локацию. Берем побочие. А здесь что сталкеры делают такое количество? Да, подрезается каратор. А здесь просто здесь приходят и начинают побивать. Халява. Заказываются на диске. Это уже интересно. Да, приедут тропы. Да, блин. Это очень похоже на слип. Это дождик. По лимиту здесь уже как бы все. Ну, давайте все-таки посмотрим. Чудеса тоже случаются. Иногда. Умирает локация. Умирает локация в Бенде. Я себе не представляю, как тем, что имеется, убивать вот это. Надо бы как-то выбить это. По-хорошему. Вот чем? Это тоже вопрос. Отдвигаются моталистские караторы. Сэй бежит защищать свою локацию. Еще больше разводов. Сошпиляем. Да, и восстанавливает хату. Какая-то дикая игра. На самом деле. Подъявляется пацанку, который попрос. Ой-ой-ой. Зачем, зачем? Не стоит здесь драться. О, убивается пара грибочков. Умирает локация в сервер. И грибочков убивать будет проблемней. А вот что каравуляет эти сталкеры, если вы не откроете эту тайну? Кто-то и думает, наверное, то, что это его последняя армия. И там еще три сталкера встали. Да, умирает локация. Останавливается здесь, но рабочих-то нет. Можем посмотреть. Четыре пробки. Кого тут? Жизнь, плен. Разводил, разводил, да не разводил. Не-то разводил. Купи. Так. Вот футбол言ан. Хusesirim. Ставим. Субтитры сделал DimaTorzok Все, все, пора выходить И запаса по ресурсам нету Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас становится 1.0 в пользу команды 7x А я пока выключу микрофон И попью водички Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скорее всего Планету Так, ладно Алло Алло Привет, привет Я, честно говоря, его не слышу Интересно, насколько ты громко и как здесь регулировать громкость Я, честно говоря, подзабыл Субтитры сделал DimaTorzok 7x против нашей основы Это КВшка РСТЛ Ой, тьфу Да, похоже, там первая матча тоже слили Ну да, я уже вижу Я так посмотрел первый бой Там зерк так нормальный Да там что-то вообще потная игра была просто Долгая и потная, да? Да Сэй, конечно, потел-потел, но не выпотел А я что-то вообще не знаю Хоть я в алмазе нахожусь Ну что-то я вообще Играть, по-моему, разучился же давно, не играл Не, я сегодня убивал Я пробую ПВЗ играть через Гейт Просто сегодня убивал А ты как обычно по-моему заиграешь? Я обычно играл через форжу Но мне это надоело, честно говоря Технологии пользуются, да? Очень тихо слышно Ну, ребят, простите Это как позволяет мне мой микрофон Но он так Нет, меня плохо говорят Слышно? Тихо Точнее Пусть горят на Кибергейме? Ай, неважно Везде меня плохо слышно Потому что это микрофон такой Или точнее Звуковая плата на материнке То есть микрофон-то Хороший сам по себе Но, блин Он на прищепке И он как бы подо мной Слегка И буст максимальный Как бы уже стоит Уже создал Neo S Так, а мне тебя пригласить же надо А то я про тебя уже слегка подзабыл Как-то Надо добавить Да, надо добавить тебя на канал На всякий случай Гоу-гоу Окей Запускаем ГЛХФ Нужно посмотреть Надеюсь, игры будут Ну, слушай, потная игра была на 49 минуты Ну, я, честно говоря, не все смотрел Если я... Признаюсь честно Я не смотрел Потому что я играл как-то самый В общем-то Блин, там Послевал Ну, я, в принципе, сам я хотел взять платину Как бы, да? Ну, перейти в платину Начать опять как-то с платины Подниматься до алмазов До мастер-двиги Короче Ну, чтобы разыграться нормально Да, я не знаю У меня стат Что-то на чистом аккаунте Что-то 26 Как-то так Я там сливаю Ну, знаешь, как я сливаю Я сливаю в ПВЗ Или в ПВП То есть в ПВП Там, ну, бывает то, что просто Был луз То есть я, к примеру Сыграл в Даруков А там чувак в Робо играл И я как бы Уже все И экспант попозже Там идет Так как я играю Так, ну, что там ветеран Делают застройку А как ему не делать Застройку Сиди отжим Против зерга Конечно, нет Я сегодня Доиграл за зерга Против меня Это, знаешь Там Путево алмазик Как ветераны Играет в мастер-двиге Да И он Как вы Ставит бункер Прогрязаю Пробегая наверх А там как бы Не застроено Ну, фига Ну, бывает 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 у всех На самом деле Так Нет Да А, вспомнил как менеджера 7x Зовут чей-то аккаунт Это же не стерео соло Это Тимми Зерк Из новосибирской Если я не ошибаюсь Опять же Аккаунт Игана Вспомнил Сидел Вспоминал Предыдущий матч А у него что-то Да Его никнейм Итега нету, да? Да Ну, не аккаунт Не его аккаунт Поэтому вот так вот Как-то Выходит Зерк стать 15 ухату А здесь Тагас Сейчас реперок Прилетит Накажут Ну, как Накажут Обычный Блин Сегодня тоже Играет против меня Риперов Как-то не очень Удачный Реперок Потом Сц Пойдет Потом Факторочка Чем-нибудь Подержать Чтобы Зерга И Ну, план Стандартный Даже смотрю Отначально Оказывается Рипер Но Соплай Второй Даже Не решается Ставить Видишь Он Видимо Сразу Будет Хат Не 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 Соплай Надо Поставить Нет Я думал Лишен Не будет Соплай Соплай Сделал Хат Ну Нет Правильно Делал А тут Туке Времени У нас Где-то Тул на середине Потому что Рипер Делать Ни одного Рипера Делать Такой Попробует Сразу Раз Развод Или Просто Похаразить Это 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 Точно Это Потом Гиллион Будут Скорее Что Второй Рипер То есть Он Будет Держать Зерга На Двух С Помощью Рипера Гиллионов То есть Криптом Поджигать Собак Поубивать Но Это Знаешь Это Как Сказать Это Рипер Потерял В Попе Оказался Да Это Точно Так И Вот Потому Что Как Все Завязано Очень Сильно Ну Вот Да И Факта Факта Снизу Будет Держать Да Дожди Все Рипер Один Там Я Чего Потерял Рипер Рипер Контроль Рипер Сейчас Убьет Собаку Убивает Собаку Теперь Скорость Делать Надо Я Забушу Так Ну Смотри Сок Здесь Получается 4-5 Собак Собаке Притом Без мува И когда Скачается Интересно Будете Заказан Мув Или Все Так Пойдут Врачи Тут Вот Не знаю По идее Сергу Выгоднее Сделать Сначала Ну Рой Чварен Естественно Как бы Пойдет Вон Только Минералы Стоит Вот Выгоднее По идее Но Считай Мув Не достроится Врачей Построить Можно Посмотрим То есть Это Будет Либо Выход Врачей Там Врачи Гидра И Прочее Либо Мутка Какая Нибудь Пойдет Мув Заказа Значит Будет Отбиваться Собаками Можно Предположить То Что Пойдет Стеночка Из Двух Эволюшенов От Зарезы Гиллионов То Делать Что То Надо Раз Делаем Сам Потому Что Блин Террен Сейчас Уже Будет Крепать Гиллионов И Тебе Ролли Пойнт Смотри Куда Стоит Ролли Пойнт Стоит На Рипера Смотри Там Два Рипера Квену Рас Контролили Красава Чу Сказать Да Говоришь Очень Зерк Зерк Не Ожидал Такого Поворот И Вот Выходит А не Зерк Пробивать Будет Скорее Сего Но Тут Как-то Очень Очень Это Прохладная История Честно Говоря Тут Можем Спеть Достроить Стенку Сделать Бункер Еще Сзади На Всякий Случай То Есть Не Вот Так Вот То Что Его Пробьют Это Сгрызут А Еще Сзади Один Чтобы Перебежать Можно Было Вот Тимми То Уводит Своих Собак Часть Но Собачки Спали Но Уже Были Ну Так Вот Не Ну Тут Быв Вот Сейчас Вот Сейчас 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 Доделается Доделывается Мув И Пошел Контроль Ну Нет Зерк Терпит Доркнул Бейлингов Но Ничь Не Спалил Не Заметил Стенка Стенка Доделывается Уже Все Нормально Костенко Там Есть И Притом Есть Даже Один Марик Сидит В бункере Но Я думаю Что Один Бейлинг Ничего Там Особо Не Нахерачит Ну Два Не Сделают А Вот Собак Еще Вот Видишь Они Выбегают 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 Да Вот От Нубика Пошло Крайне Правильное Решение Два Бункера Сзади Третья Цц И Он По идее Отбивается В плюс Себе Весомый Причем Так Погоди Погоди Абейлингов То Что Мы Спали А вот Бейлингов Сморили Да Надо Контролить 6 Гиллионов Как Терпит Зерк Конечно Тут Уже Блин Все Очень Плохо На самом деле Для Зерк Гиллионов Жгут Абейлинги Естественно И до Нек Не Дай Нет Два Гиллиона Было 6 И Смотри Иминки Сделал Ну Все До Свидания Это Конечно Ну Смотри Все Терпится Надежда Делать Второй Да Как Тут Третья Цц Сейчас Третья Цц Плюс Два Барака Минки Пойдут За место Гиллионов Уже Как Вы Видишь Тоже То Что Террент И Не Торопится Выходить Надежда Он Не Может Торопиться Смысл Ему Он Экономику Еще На Трепол Пойдет Мулу То Трепола Трепол Мулу Это Что Трепол Мулу Сейчас Зерк Может Провтыкать Вот То Что Сейчас Выезжает Вот Это Вот Великолепие Просто Великолепие Ставится Роч сейчас секунду давай-ка я камеру от тебя подставлю так ну и вот идет залет гильонами кстати в узком проходит террента неплохо сжигает собак ну и так же теряет гильон раз там злобили он три был потерянного собак было масса конечно убитых те личинки на которых можно было заказать раппорт конечно потрачено заказывают еще собак зерг жесткий жесткий деф в хатах от зерга только сейчас пошла третья террена только 2х одна раскачана вторая верхняя все 15 террабах так и держит там в принципе мылу кинул и нормально пошла третья цц от тирана тут убивается овер овер палят мины то есть зерг понимает то что уже так просто хиран и души на техниках и везде разбросаны мины и выходит два первых медлака нет просто это выход а теперь будет просто выход тупо от тирана и зерга зерк это палит этот выход сейчас будет пробегание собаки ахни устает все я вернулся смотрю тот зерк не забежал да да вовремя просто да вот просто момент был как раз вот ты смотрел вот и вот я вот это вот понимаю вот 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 это вот группы из мин и морпехов это уже смерть сергу идет да он видишь пытается напрягать зеркан сектор у нас выходит в инфесторов винфестеров так называемых но здесь то уже поздно мне кажется ну-то будто и ты хотя бы держать можешь и как-то хамиться в это время а здесь то сейчас выход в лоб будет и до свидания вот выход и пошел кстати рот а то выход тирана ждал я все этого выхода все думал выйдет он и не увидит да надо а чё тут осмеливаться то по лимиту видно тут только если минками сам себя не взорвет то все хорошо будет мне кажется то что блин лимит это конечно хорошо смотреть на там еще плейных них это рабочих поэтому я не очень люблю то я суши там просто мин астак умер такой да и о суши вообще отлично и остается 24 собаки и все равно всем хорошо кирану да собирается дарах нубик а микроса не кидается суши участвовать кинусами посмотри не убивает один видовак а второй висит это привычка тирану совала мол поймали и все как бы пара что нет но он в принципе заметил а вот проминку то вспомнит интересно теме или она сейчас улетит самого толстого инфестора влетела а нет все таки этот медвак причем он заметил то что медвак остался бы то ладно его потрачу они и потрачу а тот смотри с другой стороны забегания на третью и откидается микос еще микос но тут не умрет не умрут морпехи все они краснючие но вот и сейчас нужно срочно сжимать куда-нибудь пошел перед роб на main просто и делает изер чем хочешь да и честер бежит такой не догнал так тут есть один инвестор было все таки смотри и дропчик одновременно на 2 развлекал ну и ладно тут уже тут уже как бы ты хоть смотри хоть не смотри то что там половина рабочего здесь 57 на 64 рабочих и разница в 50 лимита это точно не причем делаем выход прожимаем а клик микрим убиваем все я думаю там даже не надо а то микозы и бейлинги и сплэши все да странно то что мародеров не добавляет причем нет делают но здесь какой-то не тот выход честно говоря дропчик то все этот летает и летает на вторую локацию логически идет выход на третью здесь конечно пухлики но но и все равно и тут мощность зеркать уже спалил я такой сейчас микоз влетит а закапываются мины и сейчас ой попадает по инвесторам теряется два инвестора вот вот как вот так вот минка сконтролила в одну собаку которая была морпехах они в бейлингов все-таки надо под контроль пытается заманивать терран на мины зеркал и зеркал в принципе не попадается и правильное дело терран готов здесь принимать бои у него если что еще лимит из дома и смотри как еще была потеряна инвестор до терран еще готов на самом деле тут еще моряков понимал но и тут и было достаточно на самом деле ну а также есть и мины готов встречать управлять если сейчас у тот карательный отряд сверху будет еще на вторую локацию озер куда-то отправился да да он отправился сзади что ли нет здесь ты ничего не найдешь дружище вот куда-то сейчас бежишь и там только смерть свою встретишь это пупо и вообще куда-то покатились вот мне не интересно как собаки там умирает я просто хочу посмотреть как были не а тут бункер все пока откатываются назад собаки естественно до 3 локация умирает и пухлики вместе с ней и тут смотри прямо и дроп на мэне и планетарка называла на золоте наглости раздолье вообще со всех сторон тиран конечно поджал зерго и это конечно же джи для зерго потому что ну и камни какой просто хотя и денег много кому же никакой золото 700 минералов для зерго в такой стадии это очень мало конечно мало когда у тирана 2000 на 1000 кассы где-то все это можно сказать сколько мы столько армии тиран не потеряет на ими пишет джи выходит это просто да ну вот это вот вот это вот фатально спаленный вот этот вот выход тут скорее дар кнопик все хорошо сделал чем именно и зерк так сейчас так так Продолжение следует... 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 ну там там с тобой так то что так и включат увижу да да а вот да вот эта карта вообще конечно жестокая жестокая карту и она не очень много сливал а зачем то же блин пуш не получался особенно тиранов да да я такой знаешь блин ну знаешь я как сказать у меня не блин пуш скорее всего да как бы страта такая против тирана а как бы выход на вторую локацию сначала как бы потом иду напрягая сталкерами если получается убить то убивая не получается ухожу на макро то есть у меня опять же у меня два варианта есть как бы вот так вот а вот нечисто ну не знаю если бен сталкера прокатят то тут минусе окажется тиран хотя бы знаешь хотя бы если они стали не совсем нет 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 а и а если не смотри не смотря если идет что не через четыре через три гитая теченочка но я не знаю однако у меня причем оба не в ту сторону как то у обоих игроков наверх надо ехать там вот сразу ассоциация ехать наверх и что пойдет следующее и что пойдет следующее интересного процесса пойдет ли аня идет соседние чекать но скорее всего как то посмотрит так сразу поймет то что у них совсем другие встречаются две пробки целуются и встречаются блин у меня микрофон вырублен блин прикинь то есть ты на стрим разговаривал сейчас сам собой а у меня какой-то косяк у меня какой-то косяк простите ребятки я особые стримлю да я как то я не знаю то ли он задевается то ли что я уже просто перестал уходить в красный режим в старкрафте чтобы если что мне писали потому что он второй кого подряд у меня так так смотри-ка второй рипер делается от меня убивает сейчас пробка то есть протеста ничего не так особо то и не разведают у тирана и если что он видел то что это тирана есть рипер и все как бы тут уже маза шипкор сделалась поэтому цц а там nexus ну а чем а за шипкор маза шипкор и рипера не догонит простите но не догонит хоть испугает чтоб чтоб он ничего там не натворил все-таки смотри как неплохо маза шипкор поддала то риперу под как рассказать подсрачник вот так вот потому что был то полный хп 2 удар уже поджет пак поджет пак на котором он летает порно давали его это под этот поджет пак да и достаточно похоже этот же пока как это сан-андрессиками что же сам просто сказать летучий голландец ну да тиран тиран делает бункер что-то добавляется барак еще пока буду смотреть только то вижу только я не пойму а вот а факта факта только сейчас придется ставить еще лабу и делать этот как он стимпак пока что пока что он пытается напрягать и рипером и как ты че то там уже ничего не понапрягаешь на самом деле тут уже и сталкер ходит и базар шипкор летает репер это халявный скаут скорее то есть можно просто взять вот сейчас вот облететь по траектории с другой стороны запрыгнуть и увидеть то что здесь вообще халява то что и фаржа завод робототехники а только потом уже два кита и собой не особо напрягаясь тоже выйти неплохое макро но у смита как-то не сходится либо он сам втыкает фаржу вот заметили а вне игры до радикальное решение честно говоря смотри его за настолько сдолбал рипер что он решил еще и фотонку добавить а дарк нубик понимает то что пушки нету маны нету а почему бы мне не прийти морпехами там ты более увидел потому что там всего-то один не ну хотя тут сейчас будет до ларпы в принципе там триллайт там триллайт а нафига те и будут вилает это будет blink stalker и не скорее все чардж потому что видишь он робочу поставил а хотя бы хотя фиг его знает потому что так давай посмотрим морпехи приходят и что начинается бьют кору бьют зилата умирает зилат умрет еще зилат умирает кора у меня это неприятно это очень неприятно умер зилат умерла кора и сейчас умрет еще один зилат нет не умер но достаточно одного выстрела чтобы он умер получается то что блин не рабочий зилат и там плоры и смотри только пошел вот зачем вот надо было ставить такую раннюю фаржу и так поздно заказывать кредит на защиту зачем понимаешь блин каждый игроки играет по-своему поэтому при том что у него посмотри какой простой ресурсов у него не постоянно стоят и в принципе можно было бы еще добавить что три гита про тусану портус чего-то боится прям так жестко что он смотри как дефицит внизу фатонку наверху фатон как бы мне бы только если честно было достаточно наверху фатонку было бы сделать и все как бы да там и от не на катабиши и дробь там ну притормозит чтобы добежать до него там и все как бы а тут прокси nexus это уже интереснее только я не понимаю смысла честное слово подожди это не денег а прокси прокси нельзя разницы нету да и я просто называю флазон ниндзя прячет 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 не про то смотри заканного шторма два этого ну а до шторма то еще сколько 40 секунд сейчас что он делается уже да но дарк нубик может вполне себе успеть таки вот не вижу же вот он как-то и как-то неудачно подходит и фотоны вар чардж будет и штормы наверху по крайней мере а вверх не спустились уже да здесь очень пачется сейчас заберет кору забирает он не теряется у и нету нету фото номер чарджа и темпларов то не тех слил не тех слил smith темпларов у этот же же этот же я не знаю терран пришел наказал правильно сделал потому что так а чё он доказывал то тут было и на фото номер чардж и наш два шторма готовились который он за пораньше под варпал там уже мана должна была быть про то стоп мастер лиги я его в пвп два раза подряд убивал интересно как же он выигрывает потому что но я смотрел его стримчики у него такие своеобразные очень стратегии нет там именно своеобразные там не через жопу и улетает и тут дробь сразу наверх смотри к нему чё-то на рука у нубика скопились ресурсы и надо добавлять а друг все там что там был затронут а два мародера с мейна похоже прилетела решил все-таки попробовать отменить ему и вверх и вниз ничего не получилось так а тут все нужна локация просто все плохо настолько что прям пипец там даже не зарешал это нельзя нычка которая поставлена сверху уж она тупо стоит и даже не раскачивается но даже набег а смотри смотри дарк нубик то подумал а чё про то что не выходит и вот это вот очень грамотный морпек бежит сверху использует конечно он третий локацию да еще сми два киевецкой но еще так тоса убили у тоса нету ничего и тос не выходит странно это все до добавляется 3 cc добавляет плюс 2 барака а гостятник то где зачем все дни вон и без гостятников хорошо и вот и нашел нашел локацию ну надо выходить смету все завтык конечно вот этот вот скорой кору бы использовал уже бы отбился банально какая гопша блин как-то это меньше смотрелось честно говоря и сам куда-то идет куда ты идешь с ним он видимо думает то что продавцы бессмертную как же там в описании грязь ну про фактически непобедимая архандах даем менеджер совместный слагает нет все конечно печально для протосов на это во первых когда тиран почему-то когда тиран пришел у протоса ничего не было почему нет у протоса все было просто протос не расконтролил честно что они они не то что все было было то было но было очень мало этим так а там что пришло там пришли морпехи со стимпаком два медивака и ну там там реально там не было ничего чем можно было бы реально убить то что было у тоса тос мог кинуть фотонный вертчардж а это жирная фотонка просто отстреляется чего угодно вплоть до трипл дропа с небольшим количеством войск отбивается тут тут пришло определенно меньше и сапфирот покидает игру а тут тут сюда тут же g как бы встречается просто случайно встретились протос и тиран не ножек ничего очень печально всего процессу даже ножек нету просто такая из чего ножки то заказывать ему локацию убили рабов убили не знаю зачем он выбрал эту карту о шторм то хорошо вошел спорную спору нет ну только бессмысленно там уже не сильно важно было ладно тогда надо ждать следующего игрока cvnx пока они его найдут пока менеджер снова появится в игре да да ну что то да что но это стоит тащит хорошо так давайте подождем по следующей игре а я пока что тут пишусь Продолжение следует... 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 сейчас так вот у меня вот такими минками то в принципе к так и убивали но сейчас посмотрим а как так что там было заложено посмотрим старгейт на значит это будет оракул скорее все первое потому что если сейчас подбежит он увидит то что мин и конечно сразу будет будет оракул потому что потому что даже разведки не было ну да ты прав хотя здесь заказа и бункер делается от тираной конечно что что 4 маринуса и там еще мины еще делаются сейчас пойдут вот сталкер пришел сейчас будет больно очень протаса потому что блин протаса вся армия то тут гуляет на самом деле и сейчас закопается вообще ни разу не нормальная тема и баба готова ну не так больно как можно было ну больно на самом деле делается 1 оракул конечно сейчас это все будет делать его цеплять на включается конечно бит убитые две мины блин слушай но мне кажется больше лучше надо было одно минусы копать под старики том чтобы когда вышел оракул а он кстати не видел по-моему да старт здесь причем смотри это просто ищет эту факту и причем ищет не там где надо там и еще одна минка да 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 пукан пукан такой достаточно мерзкий противный ну сейчас кстати да но сейчас все очень больно для протаса конечно все больно очень для протаса потому что сейчас накопится просто уйма мариков будет больнее еще в раза в три но здесь уже есть два оракула на самом деле на всякий случай ну как бы правильно сделал то что просто сделал два оракула не один сейчас один будет убит наверное все таки нет они не убить смотри а хотелось реагировать но не успел такtic оракула ну да да это конечно минка тут быстренько сваливает да не свалит ну ладно хотя неплохой хан раз дата браста что мотира нам все-таки приостановил чуть развитие протос, даже не чуть-чуть, а нормально. Конечно. Нет, если при хорошем стадии можно было чуть подконтролить, чтобы один залп мина полетел влево, да, где рабов было много, а один залп получил право. Получилось то, что два залпа и получилось все в середину, и не очень рабов было много убито. Как зачем феникс этих мариков поднимать, да? Просто это железная логика протосов сразу делать фениксов. Да, и... и уже качает. Ох, как больно сейчас было оракулу. Один оракул потерян, второй еще остался. Ну, это уже не волнует на самом деле террано по поводу оракулу, потому что там есть уже в рабах две турельки стоят, причем внизу и сверху, и поэтому как-то идет выход от тирана на протоса, и у протоса в армии всего пять зилов, два сталкера, один сентрик, и, естественно, один оракул. Ну, и фотон на арчарж, ну, хотя не знаю, стоит ли выходить тирану на протос с такими мариками, ну, это может такой подбить чуть-чуть. А, блин, ты хотя бы включи вижен от этого от тирана, чтобы видеть, а то я ничего не вижу. Так, там что-то происходит интересное, наверху явно что-то происходило. А, блин, я гляжу, короче, понял? Я гляжу и комментирую, я смотрю от тебя. Ну, давай сейчас, короче, давай поставим просто вижен, поставь от меня, а я поставлю от тирана. Я думаю, что я буду понимать, что там, что я как. Да, или поставь от тирана, а я от тебя так и оставлю. Просто, блин, мне, честно, нога болит сидеть. Нога очень сильно ударилась, поэтому извините, поэтому приходится сидеть больновато. Так, ну что тут, мина закопана. Армия стоит тирана. Пока что. Так, сколько там зилов получается? И девять зилов, и один колосс, два сталкера, один центрик. Это сейчас будет бубо тирана, потому что там одни мальки, и при том, что они без медовак. Да, микрофоном у тебя, конечно, проблема. Здесь, конечно, ничего не грозит протасу. Протас уже готов принимать тирана с распротертыми объятиями. Здесь пытается как-то подходить минками ближе и ближе тирану к протасу. Но, конечно же, должен понимать то, что, блин, это плохая идея, потому что протас тут уже есть, там, один колосс. Также есть обсервер, поэтому, который может легко спарить эти минки, и дальность колосса, скорее всего. Да, попытался он как-то вывести. Нет, сейчас будет залп все-таки от мины. А, нет, даже залпа не было. И достаточно все печально у тирана, потому что он сейчас спалил колоссов, а нету викингов. И викинги еще только строятся, скорее всего. Нет, викинги не строились, застроились с вами и двак, и тут же летает оракул, харасит. И это, скорее всего, джи для тирана, потому что есть сейчас протасы, ну, протас, да, и протасы уходят, конечно, на тирана. И сейчас будет бобо. Бобо. Достаточно. Тирану. Джи-джи тирану, конечно. Тут, тут, тирану он джи-джи, потому что, конечно, джи-джи, ну, куда там. Шесть, грубо говоря, шесть мариков, два викинга спасут от двух колоссов и достаточно большой кучи зилов, и там еще и сталкера, и сентрик, и нет, тут же, тут ничего уже не сделает тиран протасу, потому что даже с одной локацией он столько не накопит армии, чтобы убить протаса, потому что протаса действительно много. М. Опасся, джи-джи. Ну, тут пытается что-то сделать все-таки тиран, пробует отгонять протаса назад, как бы дело подстраивает мародеров, делает это все правильно, и тут хотел дроп, дропнуть что-то на протаса тиран, но он все-таки вернул дроп назад, подумал, что здесь армия нужнее, конечно, нужнее, потому что протаса достаточно много и мешается, третью локацию не поставил протас, потому что мешается. Такой небольшой расплит от тирана и мариков много, и пробки уже выводятся, и викинги убьют хоть одного. Да не, не убьют, скорее всего, ничего. Слишком много зилов, сталкера, колоссы, и викинги вообще фокусят. Фокусят не то, что надо, викинги, вместо того, чтобы фокусить колоссов, они фокусят мадершип, и здесь просто тупо разваливается армия тирана, потому что такие залпы от колоссов, конечно. А вот для чего фениксы были нужны. Знаешь для чего? Эти медваки гонять туда-сюда. Ну да, ну все равно. Ну вот. Вы все равно. Продолжение следует...